Специалисты, разрабатывающие генеральный план нашего города, в ближайшее время приступят к изучению транспортной системы Севастополя. В течение нескольких месяцев они должны будут выявить проблемные места, в том числе возникающие в летний период, а также проанализировать пиковые нагрузки на магистрали. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев после совещания с сотрудниками Института генплана Москвы. По словам городоначальника, только проведя тщательный анализ транспортного каркаса, специалисты смогут решить, где и какие объекты можно разместить, какие дополнительные дороги построить и как регламентировать передвижение по ним. В генплане мы должны учесть все изменения, которые произошли и напрямую влияют на развитие города. Это и реальный рост населения, и потребность в коммунальных ресурсах. Особое внимание надо уделить охраняемым территориям, особо ценным землям сельхозназначения, ответить на вопросы развития Фиолента и других территорий СНТ, испытывающих дефицит социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Нам важно найти решение тем земельным коллизиям, которые стали возможны еще в украинский период, написал глава нашего города. В обсуждении по подготовке генплана Севастополя приняли участие вице-губернаторы Светлана Пирогова и Максим Жукалов, а также недавно покинувший этот пост Николай Гордюшин, который продолжает сотрудничество уже в качестве эксперта. По словам Михаила Развожаева, при формировании главного градостроительного документа города разработчики будут получать обратную связь на специальных фокус-группах с севастопольцами. Как только генплан будет готов, его обещают представить общественности на публичных слушаниях.